Юля, а вот существует ли женская литература, которая для женщин? Безусловно, существует. Ну, вообще, конечно, литература, мне кажется, это литература. То есть, если это хорошо, это литература. Если не очень хорошо, это не литература, она может быть мужская или женская. Но, тем не менее, всё-таки женский взгляд, он действительно другой. Немного, мне кажется, и манера изложения другая. Хочу сказать, что я обожаю, например, Французу Сагалу. Обожаю. В правильный момент я её прочла, и в правильный момент это была... Это такая литература, мне кажется, всё-таки юная. И несмотря на то, что она писала потом, ну, как бы, какие-то вещи создавались, уже как бы она была зрелой женщиной, но, тем не менее, всё равно она... Внутри, мне кажется, всё равно осталась таким ранимым, каким-то юным существом. Да, да, таким подраненным. И есть Цветаева, Ахматова, это всё. Но, мне кажется, у женщин очень сильно откликается, да, это... И не только, кстати, и прозву Цветаева, и не только её лирика. Но вот я для себя сейчас, вот совсем недавно открыла снова Викторию Токареву. Ну, то есть, когда мы, например, учились в институте, у нас были... У нас там речи, какие-то куски, какие-то короткие повести, токаревы читали. Да, какие-то продвинутые были? Да, мы были очень в этом случае продвинутые. Очень. У нас даже одна девочка читала, Алёна Анохина, она даже читала вообще рассказ из какого-то выношеского журнала. Да, какой-то прям... Это был прям... Сука, вам разрешали? Нет, это слово, мы искали. Нет, и директивные вообще, и наша Алла Александровна, Алла Александровна, по речи, нас наоборот к этому толкали, чтобы искать такой необычный материал. Но и была Токарева, она присутствовала, то есть я её читала. Но я тогда как-то, знаешь, честно говоря, меня тогда больше увлекала мужская литература, как это ни странно. Я помню, я Астафьевым зачитывалась, Абрамовым, вот эти какие-то, знаешь, как раз они как бы современники, они рядом. Замятина меня произвёл тогда, я помню, вот этот невероятный «Зверь, выходящий из моря», был такой фильм. Мы много читали, «Зощенко», то есть вот «Серебряный рек», «Серебряный рек», переходящий вот в это новое время советское. Но вот русская женская литература, мне кажется, она вот после Цветаевой и Ахматовой, это Петрушевская, Токарева, вот для меня. Улицкая, ну конечно, конечно, Улицкая. И Токарева, Токарева так хорошо слушается в аудиокнижках, да, просто великолепно. Я хожу, «Скандинавская ходьба», то есть, более того, я тебе хочу сказать, у меня проблема, если я возвращаюсь домой раньше, чем закончился рассказ, я хожу по дому с наушниками, я не могу остановиться, я не могу, чтобы это не закончилась история. Мы же хотели выяснить, почему мы с вами не читаем философские книжки, а Андрей Сергеевич постоянно их заказывает и читает. Это мы на него и спросим. Почему мы никогда не заходим? Он скажет, что мне неинтересно художественную литературу, это все знаю, мне интересно, я сам, поняла познание жизни, вот что он скажет. Мы же когда заходим в книгу... Хотя, когда я ему сказала читать Пелевина, он прочел и был в восторге. Когда сейчас я ему сказала читать, сейчас он читает, я его познакомила с Водолазкиным, он читает в полном восторге, да. Ну сначала с творчеством познакомила, а потом мы познакомились уже лично с Водолазкиным, и он в полном, просто запоем читает книги. А сейчас его следующая ждет книжка Петрова в грифе и вокруг него. И меня она ждет, вот. Была такая, к сожалению, на покойной, мы любим Чемандели, прекрасный человек, чудесная женщина, фантастическая. Как она мне, сколько в этом доме, в моем вдохновении, от Криции. Звали ее Криция, и называлась Марка, ну то есть у нее был модный дом, который назывался Криция. Ну это вообще, она отдельная история, кстати, я думаю, с Андреем Сергеевичем нужно поговорить на эту тему, про этих личностей. Дружба с ней пришла у меня через нового мужа, но когда мы привезли, ну что везут из России, вот вы, ну что везут из России к серьезным людям в подарок в Европу? Ну икру везут, ну водку я, ну как бы так, как я к водке равнодушна, я вообще люблю везти то, что я люблю сама. И поэтому приехала из банка икры, и был накрыт стол, и люди очень серьезные, у нее был дом, был поставлен на серьезную ногу не в смысле трат, вообще, не в смысле бюджетов, как у нас говорят, а в смысле вкуса и качества, и вообще подачи деталей. И когда она увидела, что положили для икры какие-то, ну, я не знаю, там какие-то кофейные ложки, какие-то, я не знаю, из мельхиора или из, ну, в общем, стальные, обычные, она, придя со своими гостями за стол, а там была большая компания, потому что банка икры была, ну, слушайте, иногда позвала каких-то своих еще друзей на икру. И когда она увидела, что там лежат вот эти вот металлические ложки, боже, она подскочила, ей тогда была такая, ну, женщина в годах, подскочила, открыла какой-то шкаф, подскочила две коробочки с такими ложками, вот они были костяные, они были из рапы, из перламутра, насколько я понимаю. На самом деле это не так дорого, ребята, это правда. Сегодня их можно купить, просто, наверное, у нас это, как и все, немножко другие цены, чем в Европе, вот по отношению к таким объектам. Но я, кстати, надо купить не то, чтобы прямо, ну, чтобы их лежали для икры, и яйца, вот просто обычное яйцо с мятку, такой ложкой вкуснее, серьезнее. Ты заглядываешься на ложечки, как будто эти ложечки не хватает. Да, у меня они пропадают все время. А-а-а. Да, я покупаю разные. Все, что я купила на протабелла, вот эти вот смешанные, половины из них нет уже. Нет, я понимаю, что там звучит очень по-буржуйски, костяная ложка для икры или там для яйца, но на самом деле я думаю, что мы действительно, вот этот вот советский эксперимент у нас у многих создал такой какой-то даже не пиетет и не отторжение, но какое-то абсолютное отсутствие информации по поводу каких-то, на самом деле, таких простых вещей. Ну, это простые вещи, ну, то есть это как существует действительно там тонкий фарфор, который такой почти прозрачный, существует кружка, кружка, из которой можно пить чай, существует мельхиор, существует серебро, существует очень классная вещь. Это вот сталь, которая, так и называется, стейлестил, то есть сталь без пятен, на которой не остается, которая очень удобная и комфортная, и за ней удобно ухаживать, она выглядит всегда хорошо. Это действительно не только в ежедневном, вообще можно и для гостей так стол накрывать. Поверьте мне, не только у тех людей, у которых много возможностей, вообще, в принципе, самое главное – иметь идею, что ты хочешь. Потому что сегодняшний день, хороший параллель, правда, вы же можете найти воплощение вашей, ну, как бы, идеи о том, как выглядит модно, например, в Zara, в Mango и в таких брендах, которые масс-маркет. Никто сейчас не отправляется за каким-то вот прям эксклюзивом только в Hermès или только в какой-то там, я не знаю, какие сейчас, ну, всякие разные, Dior, Chanel и так далее. Мы все понимаем, что у кого-то есть возможность купить Chanel, но это не значит, что мы не можем выглядеть так же модно и стильно, если у нас нет этой возможности. Правда? То же самое про дом. Вообще, во всех аспектах. Стекло, приборы, тарелки, кофейные чашки, кастрюли, сковородки, которые вообще обязательно нужно выбрасывать регулярно, потому что это не вечное. А что из тех женщин, которые не обидятся, если сковородку подарить? Ты что? Ну, какую сковородку? Ну, хорошую сковородку. Не обижу тебя, буду рада, счастлива, расцелую в щеки и в нос. Я, честно говоря, тоже не понимаю вот этих девушек, которые обижаются, когда им там мужья какие-то хорошие вещи дарят в дом или что-то. Не, ну, может быть, когда муж дарит сковородку, это немножко странно. Подружка сковородку нормальная, а муж сковородку, не знаю. Может, в этом дело. Все-таки от мужа ждешь какое-то внимание, обращенное к женственности, а не к каким-то своим талантам рукоприкладным. Сегодняшние сковородки есть такие, но они и стоят так. Вот вы заплатите там, я не знаю, 500 уе за сковородку, уе, вдруг я сказала. Ну, я просто не знаю, что это в долларах, в чем сказать. Ну, правда, для меня это бешеные деньги за сковородку, 500 долларов, 500 фунтов, 500 евро. Это очень дорого. Но, ну, представьте себе, что эта сковородка вам служит 30 лет, а потом еще вы ее отдали дочке или возлюбленной своего сына. И она будет так же хорошо служить. Я понимаю, что очень трудно решиться на этот шаг, а потом, мало ли, если дочка не захочет готовить и так далее, тоже совсем другое. Но вы поймите, что если вы вкладываете, вот, например, есть вещи, которые можно вкладывать, которые не стоят там, в ножи стоит вкладывать, в разделочные доски нет. Надо искать максимально экономичный, но при этом достойный вариант. И точно так же стекло и все остальное, что я уже перечислила. И, кстати, то же самое про текстиль. Помоги, пожалуйста. А что сделать? Скатерть постелите. Скатерть? Да. Это будет первый раз в моей жизни. Прекрасно. Постелить еще все люди. Скатерть? Будет красиво. Так. Вот так. Ну и все. Потому что так сложно свить скатерть. Нет. Кино снимать сложно. Ну все, тогда... Сидите, пожалуйста. Я буду скатерть. Ну, вообще, текстиль – такая история бесконечная. Тут вообще, наверное, десятая доля того текстиля, который у меня есть. Вот еще есть текстиль, который здесь лежит. Я люблю натуральные материалы. На самом деле, вот это, например, было куплено. Я серьезно говорю. Мне кажется, вот если пересчете на деньги, рублей по 25 штук в Будапеште. Это действительно такое шитье, которое называется решилье. И этим салфеткам 17 лет. И они... И на них подавать чай, кофе, и стол накрывать. Они всегда работают. И это еще одна история тоже из Будапешта. Это лен. Вот такой пробитый. Тоже очень красивый. Это... Есть таких несколько матов. Ну, то есть, чтобы накрыть вот так тарелку. И салфетки. Вот просто показать, как выглядит мат. Наверное, вот так вот. Так выглядит мат тарелку. Вот. И салфетки. Реально это совсем просто. Это просто выглядит эффектно. Видите, это весь смысл. Смысл в том, что не нужно тратить на это миллиарды. Вот это лен из тасканы, лавандовый, специально вот к таким матам. Это такая доложка, которая кладется через стол. И с одной стороны, не обязательно нужна такая скатерть. Вообще, очень экономит, особенно хозяйке, время на крахмаленье этой красоты и на ее глажку. Ну, и потом, это действительно очень практично, потому что ты, как бы, в зависимости от того, сколько человек за столом, можешь прямо каждому создать такую вот индивидуальную радость. Вот это тоже лен. Мне кажется, я везла из Биарис. Вообще, я отсюда везу, короче, все, что дом делает красивым. И это правда все, никаких нету. Ну, вот хоть не надо кидать мне сейчас тапки, или кидай стапки, если вам так легче. Но это все не так дорого стоит. Это, кстати, крестецкая строчка. Вот это. Это очень красиво. Это, вот, пожалуйста, российские производители, которые делают абсолютно, и то, что конкурентоспособную продукцию, мне кажется, даже лучше, чем вот точно вот это. Или даже вот это, серьезно. Это прям видно, что это такая работа, тонкая, невероятно красивая. Вот. Ну, и я люблю очень, такие, правда, прованские ноты. Вот эти маты. Вот им, мне кажется, 20 лет. Посмотрите, как они стираются, поверьте мне. И макароны с томатным соусом я подаю. И оливковое масло льется рекой. И ягненок тушится в вине. И там все остальное. И вот как они выглядят, серьезно. Они в работе с утра до ночи. И они не очень дорогие. Просто нужно... Я выбрала такие два цвета. Они бывают и лавандовых, и шоколадных, и каких-то розоватых, коралловых. Кому какие нравятся. Вот это, кстати, хорошая вещь. Тоже плетеная соломка. Тоже вечная, абсолютно. И тоже я обычно миксую цвета. Очень удобно. Особенно, когда сидишь на улице, на даче. Вот. Ну, а тут что-то я везла даже из Китая. Честно говоря, вот эти маты для тарелок. Ну, это вот если посмеяться, друзей пригласить. И там накрутить ролл в суши или лапши какой-то сделать. А так, вообще, это не самая востребованная вещь у меня дома. Ну, а вот немного каких-то на блошиных рынках купленных вот таких скатерочек. На самом деле, вот под эту бедненькую скатерть. У меня ни одного стола нет. Размера... Со скатертью очень осторожно. Нужно очень четко знать размеры своего стола. Я столько раз действительно попадала в просаку. Не побоюсь этого слова. И приходилось потом измерять скатерти моих близких друзей, чтобы как-то пристроить прекрасную скатерть, которая, к сожалению, не была либо мала. Это чаще всего бывает. Однажды была велика. Ну, та, которая велика, лежит. А вот та, которая мала, никуда не денешь уже. Но, что я делаю, когда я накрываю, например, аперитиву, то можно положить даже ее или углом на какой-то сундук, или на тумбочку, под поднос, или на поднос, чтобы она свисала. И она очень красиво выглядит. Ну, и вот все это такое вот, как бы, действительно собранное. Нету какой-то в этом, я бы сказала, прям абсолютно четкой, продуманной дизайнерской мысли. Но вот за это я свой дом и люблю. Этот дом, как я сама. Нет четкой мысли, есть стремление и эмоции. Не видно по мне, что я завтракала? Что ты завтракала? Счастья не видно по себе. Это хорошо. Значит, я завтракала масляной рыбой, семгой, картофаном, хлебом с маслом, потом опять с рыбой. Два яйца пашот, булка с шоколадом. Нет, не шучу. В номере... Ничего не упадет, Алексей, все нормально. Правильно, Алексей? В номере два на эспрессо, и внизу два капутина. Все? У меня, на сегодняшний день, я так думала, что это могло быть мой недельный рецепт. Да, я понимаю. Есть такая вещь, которая, на мой взгляд, вот мне всегда поднимает настроение. Когда я понимаю, что у меня вечером будут гости, и что я буду им подавать аперитивы. Я вообще к приему гостей отношусь как к такому маленькому, ну не то чтобы спектаклю, но действовать для меня, это обязательно должен быть аперитив. И на аперитивах, так как у меня в гости, в принципе, ну как бы одни и те же люди, у меня близкие друзья, они одни и те же. Я их очень люблю, я ими дорожу, я горжусь тем, что мы так много и так долго вместе дружим. И вот поэтому хочется все время их как-то удивить, одно и то же, ну как-то подавать, не комильфо, в общем. Поэтому я очень радуюсь, когда мне получается у меня найти какой-нибудь такой рецепт, который можно подать вот перед тем, как все отправляются за стол, когда вот ты встречаешь людей, бокал шампанского холодного, ну и вот иногда это бывают просто оливки, иногда это бывают там какие-то замазки из авокадо, из сливочного сыра или из творога, иногда это бывают какие-то палочки такие сырные. Сегодня это будет сырное печенье. Вообще сырное печенье, это всегда, ребята, это всегда успех. У меня несколько рецептов есть сырного печенья, вот этот совершенно новый. Итак, что нам нужно? Нам нужен лимон. Здесь у меня 450 граммов муки. Сюда я добавляю, это где-то чуть больше, чем два стакана, цедру одного лимона. То есть мы делаем такое, знаете, песочное рассыпчатое тесто, чтобы у него была такая основа, а сыр у нас идет в начинку. То есть получаются такие, знаете, я бы сказала, мини-сочники, без творога, а с сыром. Так, вот когда натерла, почти, вот оставила специально чуть-чуть для начинки цедры лимона, отложила в сторону. Сюда же добавляю 150 граммов сахара. Конечно, непременно соль. Соль вообще нужна не для того, чтобы блюдо было соленым, а соль нужна, чтобы остальные вкусы заиграли по-другому. Отделяем желтки от белков. Нам понадобится 4 желтка, которые мы добавляем в тесто. Два белка для начинки сохраняю. Остальные белки отделим и пригодятся для чего-нибудь другого. Кстати, один из таких самых простых и любимых всеми десертов это Павлова. И вот когда у меня как раз накапливаются белки, то у меня сразу меренги, безе, все это идет. Очень просто, потому что ты просто взбил, поставил в духовку и больше тебе делать ничего не надо, а шедевр потом на столе. Мы сюда же натираем сливочное масло. Используем только сливочное масло вкуснотеево. Жирность 82,5%. Это важно. Масло должно быть холодным, для того, чтобы оно легко натерлось у нас сюда в тесто и для того, чтобы получилась вот такая правильная песочная консистенция. Это масло потрясающе. Сливочное масло вкуснотеево признано маркой номер один в России. И я абсолютно согласна с этим выбором, потому что его действительно действительно сливочный, по-настоящему нежный такой вкус, сладковатый. Я очень люблю, я вообще люблю хлеб с маслом. Вы знаете, для меня это самая вкусная еда. Правда. Вот кусочек хлеба, причем хлеб может быть бородинским, это может быть багет, это может быть вообще калач какой-нибудь. Ох, как бублики вкусные, когда они теплые, с маслом. Самое главное, чтобы масло было хорошее. Вот когда масло такого качества, когда масло такого вкуса, то поверьте мне, все остальные вещи для меня уже могут быть излишними. Но все-таки, конечно, я люблю экспериментировать, люблю новые рецепты пробовать, и я люблю радовать своих друзей. Вот поэтому сейчас это сливочное масло, натертое на терке, 200 граммов нам нужно. То есть получается примерно почти 1 к 2. 450 муки, 200 граммов масла, 150 сахара, 4 желтка. Это вот все, что нам нужно с вами, чтобы сделать это тесто. И вот теперь самое мое любимое занятие. Занятие медитативное. Месим тесто. Разрыхлители не добавляю, соды не добавляю. Получается вот такое тесто. Оно должно быть мягкое, послушное. Если вдруг по какой-то причине, например, когда очень жарко бывает, мука слишком сухая, то кажется, что не хватает влажности тесту, тогда можно потихонечку добавить немножко ледяной воды. Чем меньше мы добавим жидкости в наше тесто, тем рассыпчатей у нас получится результат. Так, раскатываю довольно тонко. И вырезаю. Вот у меня такое кольцо, вот такие кружочки. Ну и понятно, да, делаем столько. Кстати, это тесто прекрасно хранится в морозилке пару недель, в холодильнике, дня 3-4 тоже с ним ничего не будет, он станет только лучше. Вообще опять, если есть возможность дать ему отдохнуть минут 30 в холодильнике, это тоже ему пойдет на пользу. Вот такие кружочки нас с вами интересуют. Ну форма, конечно, может быть любая, не обязательно должна быть круглая, они могут быть ромбики, могут быть квадратики. Дальше, чем мы наполняем эти кружочки, вот это очень важно и интересно. Мы натираем сыр, любой, какой вам нравится. У меня сыр такой голландский, который в меру соленый, в меру сладковатый, в меру жирный, очень нравится и, конечно, вот этот вкус тоже нежный-нежный, очень меня радует. Так, два белка, которые мы сохранили, когда отделяли желтки от белков. Желтки, как вы помните, пошли в тесто, белки взбиваем. Как только они у нас вот так вот подбились, стали вот такими красивыми. Добавляю сюда яйцо целиком, опять взбиваем. Без фанатизма. Нам не нужно, чтобы это было вот таким, знаете, как мы не безе сейчас делаем, нам нужно просто, чтобы это была однородная форма, такая масса однородная. Чуть-чуть посолили, обязательно, это важно. И теперь сюда же добавляем тот сыр, который натерли. Если вы помните, мы сохранили вот такую небольшую полосочку на лимоне, чтобы цедру сюда добавить. несколько капель оливкового масла. Все перемешиваем. И вот наша начинка готова. А дальше начинка отправляется на половинку кружочка. Ну и понятное дело, нам таких нужно налепить побольше. Ну вот, когда мы все раскатали, я вот так вот убеждаюсь пальчиками, что лепешка у меня тоненькая. И вообще, честно говоря, достаточно сделать штук 5-6, ты уже понимаешь, у тебя все уже просто летит, мчится. Сыр прижали на противень. Прямо такое хорошее количество получается. Я думаю, вот смотрите, этот противень 16 штук, а у меня еще осталось половина, это только из половины теста вот эти вот все кружочки, поэтому я думаю, ну где-то штук 60 точно получится. Но поверьте мне, вот так для того, чтобы запустить аппетит, вот то, что называется настоящая аперитива, даже одной штучки достаточно, чтобы порадоваться, правда. Теперь, после того, как я уложила их на противень, у меня здесь только желток, в желток немножко соли. Капито, а? Какая красота! Вот и я про то же. А теперь представьте себе бокал холодного белого вина или пузырьки охлажденные белые или розовые. Ммм, хорошая компания, музыка, где-то фоном звучит, вечер только начинается и он обещает быть не томным. Поехали. Температура в духовке 190 градусов, режим горячий воздух и выпекается до золотистой корочки, я думаю, минут 10-12, не больше. Ну вот, прошло 13 минут на самом деле и через 13 минут, ребята, держитесь. Самое главное, выдержать эти 13 минут, я вам скажу почему, потому что уже на третьей минуте здесь такой аромат, такого, такого хрустящего теста и сыра. Вот вообще, когда пахнет сыр, который в духовке сидит, мне кажется, это лучше может быть только ванильная выпечка и кофе, больше ничего. Ну вот такая красота у нас получилась и я считаю, это прямо пора скорей гостей звать за стол. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok